Предложение Владимира Путина по обновлению ядерной доктрины оформят указом. Пресс-секретарь президента не уточнил, когда именно это будет сделано. Дмитрий Песков лишь упомянул, что документ выпустят по готовности. Накануне на заседании экстренного совета безопасности Владимир Путин заявил, что необходимость корректировки ядерной доктрины вызвана глубоким анализом. Его за последний год провели специалисты Министерства обороны, а также Министерства иностранных дел и других ведомств. На основе этого исследования в документ добавят перечень военных угроз. Также в нем появятся новые уточнения о возможности применения ядерного оружия. Расширится и категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Главное извинение, о котором говорил Путин, касается возможности применения ядерного оружия. Обновленные редакции документа «Агрессию против России со стороны любого неядерного государства», но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. По словам пресс-секретаря российского президента, совещание совбеза по ядерному сдерживанию Владимир Путин не собирал уже больше года. Обсудим тему с научным сотрудником Центра международной безопасности Меморан Дмитрием Стефановичем. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, ждать ли ядерной войны или просто ядерного удара в ближайшее время? Думаю, нет. В этом смысле ничего не поменялось. С одной стороны, ждать, конечно, этого надо всегда, но точно не в связи с какими-то решениями, которые были озвучены на вчерашнем совещании. Да, а почему вот именно сейчас уже решили изменить эту доктрину? Я думаю, тут очень много факторов сложились. Как какая-то обычная бюрократическая инерция, так и то, что в целом, конечно, это регулярный процесс обновления ядерной доктрины или документы, которые называются «Основой государственной политики в области ядерного сдерживания», то есть обновления постоянно накапливаются. Плюс мы наблюдаем достаточно жесткую конфронтацию между Россией и некоторыми другими ядерными державами, пусть опосредованно. Соответственно, все это также необходимо учитывать и адаптировать. Я бы в целом этот процесс назвал как такой постоянный процесс тонкой донастройки каких-то базовых документов в сфере ядерного сдерживания. И занимаемся ими не только в России. Ну вот, давайте так, если дрон, прилетевший по Москве, это теперь повод для ядерного удара по условному Вашингтону? Один дрон по Москве, конечно, нет, но если вместе с сотней дронов, которые начинают бить по командным центрам в Москве и в Подмосковье, прилетают также дроны по базам стратегических подводных лодок, ракеты по шахтам с манишко-инцентральными пилистическими ракетами, диверсанты начинают уничтожать подвижные грунтовые ракетные комплексы, то, конечно, да, Вашингтону не поздоровится. А дрон может быть украинским или необязательным? Если будет достоверно известно, что этот дрон украинский летит в сочетании с различными изделиями других ядерных стран, то, конечно, достанется и Украине, и всем остальным. Здесь, кстати, что надо отметить, вот это положение про неядерную державу при поддержке или в союзе с ядерной, оно появилось, на самом деле, довольно давно. Есть такое явление, как негативная гарантия безопасности со стороны ядерных держав, державам неядерным, которые несколько десятилетий уже существуют, и как минимум четыре официальных ядерных державы, то есть все официальные ядерные державы, кроме Китая, делали эту оговорку. То есть, да, мы против неядерных стран ядерное оружие применять не будем, но если вдруг они становятся частью агрессии ядерной страны, ядерной державы в альянсе или еще каким-то образом, то, извините, все наши гарантии пропадают и перестают действовать. Да, Дмитрий, спасибо. Научный сотрудник Центра международной безопасности «Меморан» Дмитрий Стефанович был на прямой связи со студией RTVI. Анонсированное изменение ядерной доктрины России, которое в Кремле называют предупреждением Западу, похоже, не произвело ожидаемого эффекта на Евросоюз и Соединенные Штаты. Ни Брюссель, ни Вашингтон не изменили свои позиции в ответ на последние заявления Москвы. О публичных заявлениях западных политиков после новых шагов российской власти расскажет наш коллега Андрей Ежов. Сигнал так называемым недружественным странам, о котором сегодня утром говорил пресс-секретарь Кремля, судя по всему, не считан. Возможное изменение условий, при которых Кремль может пойти на применение ядерного оружия, сегодня на Западе отнюдь не главная тема. Здесь, в Германии, главные газеты страны куда больше заинтересованы внутренней политикой. На первых полосах анализ неожиданной отставки руководства партии «Зеленых». Мирный план Владимира Зеленского, как и дискуссии в ООН о будущем Украине, лишь на девятой полосе издания «Тагест Шпигель». Уровнем выше в Брюсселе совещание Совбеза по ядерному сдерживанию и последовавшие заявления российского президента расценили как продолжение курса, который Кремль избрал уже давно. Это не первый раз, когда Путин играет в азартные игры с ядерным оружием. Это просто продолжение крайне безответственного и неприемлемого поведения со стороны Путина, демонстрирующего всему миру, особенно во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, его истинное лицо. Он не стесняется снова и снова играть в ядерные игры. Мы, конечно, решительно отвергаем эти угрозы. Позиция Европейского Союза остается неизменной. И мы стараемся донести эту позицию до наших партнеров, прямо указывая им, другим партнерам международного сообщества, на то, насколько безрассудное и безответственное поведение мы наблюдаем со стороны человека, представляющего свою страну как постоянного члена Совета Безопасности. Как раз в Америке, где и проходят встречи в рамках Генассамблеи, администрация Белого дома более чем два года заявляет. Любые инсинуации о возможности применения ядерного оружия не повлияют на поддержку Украины со стороны США и их союзников. В Вашингтоне также напоминали, что любое использование неконвенционального оружия приведет к тяжелым последствиям для самой России. Москва по дипломатическим каналам получала связанные с этим предупреждения. Это абсолютно безответственно. Я думаю, что многие, включая Китай, весьма ясно говорили об этом в прошлом, когда он бряцал ядерным оружием. Поэтому я бы просто посоветовал сейчас, когда весь мир собрался в Нью-Йорке для обсуждения кризисов, говорить о необходимости большего разоружения и нераспространения. Пока же о снижении эскалации речь не идет. Америка объявила о новых пакетах военной помощи, а на встрече в Генассамблее представители Европы мононсировали очередные транши на сумму до 35 миллиардов евро. Глава Еврокомиссии заявила, именно за счет России Киев будет восстанавливать разрушенную боями инфраструктуру. Займ для финансовой помощи Украине будет погашен прибылью от замороженных на Западе активов Москвы. Заметными участниками специальной конференции в ООН накануне стали британские политики. Именно в Лондоне, как и в Вашингтоне, все последние недели идут дискуссии о том, разрешать или нет Украине бить иностранным оружием по военным объектам на международно признанной территории России. Как раз вслед за активизацией этих обсуждений Кремль накануне вновь заговорила о собственном ядерном потенциале. Пока же в России обещают представить новые подробности изменения ядерной доктрины. В частности, Кремль должен дать ответ на вопрос, вошла ли Украина и новые страны-члены НАТО, Швеция и Финляндия, в перечень государств, в отношении которых будет действовать российское сдерживание. В Скандинавии, на севере Европы, пока продолжается формирование ротационных сил Альянса. О размещении дополнительных контингентов говорить еще рано. Соответствующее заявление главы военного комитета НАТО приводит сегодня профильный еженедельник Defense News. Андрей Жофф и Артем Прокопьев, RTVI из Германии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова